МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 12 апреля в Нефтьюганске два водителя не поделили дорогу. 40-летний мужчина за рулем ВАЗа не учел безопасную дистанцию и догнал автомобиль Киа, которым управлял 71-летний водитель. В результате оба автомобиля повреждены, автолюбители не пострадали. В обед 10 мая в Нефтьюганском районе грузовик сбил человека. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. 55-летний водитель большегруза его попросту не заметил. Пострадавший также 55-летний мужчина скончался на месте. Ежедневно полицейские пресекают преступления, связанные с наркотиками. И совсем не обязательно иметь при себе большой вес, чтобы получить реальный срок. Сейчас мы расскажем сразу о двух таких случаях, когда вес был небольшим, а срок грозит реальный. В Когалыми 36-летний тюменец попался с тремя граммами гашишного масла. Поймали его в ходе проверки лесного массива, где наркоторговцы часто прячут закладки. Мужчина пояснил, что нашел наркотик случайно. Тем не менее, ответственности ему избежать не удалось. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Житель Нефтьюганска предстанет перед судом за хранение крупной партии наркотиков. Сотрудники полиции вышли на след 43-летнего обвиняемого случайно. Остановили такси, в котором он ехал домой с места, где забрал закладку с метилэфедроном. Следствие выяснило, что приобрел он наркотик через интернет-магазин. Получив координаты с запрещенным веществом, вызвал такси и отправился на место в Сургутском районе. Забрав сверток с порошком, он тут же поехал обратно, где и попался полицейским. Общая масса изъятого наркотика превысила 1 грамм, что в случае с синтетикой является крупным размером. В настоящее время ранее судимому югорчанину предъявлено обвинение. В ближайшее время его учесть решит суд. За 4 месяца текущего года в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 784 преступления. Из незаконного оборота изъято более 31 килограмма запрещенных веществ. К уголовной ответственности привлечены 268 граждан. Производством окончено и направлено в суд 390 уголовных дел. Общая раскрываемость преступлений данной категории составила 64%. Коррупционный клубок, принесший его создателю более 8 миллионов рублей, выявили югорские полицейские. Подозревается бывший сотрудник Нягоньской нефтяной компании. Более года он получал от подрядчика взятки за заключение с ними контрактов. Бонусом шла легкая и беспринтензионная приемка работ. От одной компании он получил около 7 миллионов, а другой более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В попытке скрыть преступление деньги переводили на счета матери и сожительницы подозреваемого. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на возмещение ущерба причиненного преступлением. Расследование продолжается. Игровые заведения казино, они давно ушли в прошлое. Сейчас игроманы спускают свои кровные в интернете. В специальных сайтах в них нет недостатка. Если забить в поиске, казино он выдаст более 52 миллионов результатов. Но некоторые дельцы пытаются воссоздать ту самую атмосферу 90-х и ставят одноруких бандитов в специально оборудованных помещениях, как и герои нашего следующего сюжета. Оперативники вышли на след подозреваемых, которые организовали подпольный игровой клуб в Нижневартовске. При обыске силовики изъяли 100 автоматов, более 5,5 миллионов рублей, 320 пластиковых карт, счетчики купюр, а также флешки с черной бухгалтерией. По версии следствия, организовали клуб семеро друзей в возрасте от 28 до 56 лет. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции у МВД России по Хантамансийскому автономному округу Югре пресекли незаконную игорную деятельность на территории Нижневартовска. Оперативники выявили подпольный игровой клуб, в котором злоумышленники организовали проведение азартных игр с целью получения прибыли. Из заведения изъято 100 программно-аппаратных комплексов, используемых в качестве игорного оборудования, свыше 5,5 миллионов рублей, более 320 пластиковых карт, счетчики денежных купюр, а также около 90 флешкарт и бухгалтерская документация. В настоящее время по материалам, собранным сотрудниками полиции Следственным управлением Следственного комитета России по Югре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Любовь зла гласит народная мудрость. Бывает, из-за сильных чувств люди совершенно теряют голову, как это произошло с героями нашего сегодняшнего выпуска. Одни из-за любви воровали в магазинах подарки для своих вторых половинок, а второй чуть не убил бывшую жену. Но обо всем по порядку. В Пытьяхе полицейские раскрыли серию краш из сетевых магазинов. По версии сотрудников Следственного отдела, речь идет о группе злоумышленников, которые, минуя кассы, выносили продукты, парфюмерию и бытовые товары. Например, в день всех влюбленных приезжие из другого региона страны решили одарить своих возлюбленных. Денег у гастролеров не было, но они все равно отправились в магазин. И пока никто не видел, унесли оттуда 4 банки кофе, 16 шоколадных конфет, 3 флакона парфюмерной воды, а также 24 флакона шампуня. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Нашли воришек по камерам. Полицейские выяснили, что и раньше привлекали за аналогичные преступления. Сейчас подозреваемые под подпиской о невыезде им грозит по 5 лет лишения свободы каждому. Следственному отделу МВД России по городу Пытьяху возбуждено 3 уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренным в части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении одного фигуранта избрана меры пресечения в виде заключения по стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде. Санкции статьи 158 УК РФ «Кража» На что только не пойдешь ради любви. Герой сегодняшнего выпуска – 30-летний житель Лангипаса. В попытках вернуть утраченные чувства он воспользовался кулаками и ножом. А что из этого вышло, увидите далее. Нервы обвиняемого сдали 6 февраля, когда он узнал, что его возлюбленная хочет переехать в другой город. Решив отомстить, около 10 часов вечера он ворвался в квартиру, где на тот момент жила его бывшая жена с их общим ребенком. По версии следствия, он начал избивать женщину ногами, руками и деревянной табуреткой. Но по-настоящему страшно стало тогда, когда он выхватил нож и пообещал зарезать молодую мать. В подтверждение своих угроз он отрезал у плачущей женщины локон волос. Лангипасским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 139, частью 1 ст. 119, частью 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ. Незаконное проникновение в жилище, угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью. Обвиняемый вину не признал. Вместе с тем, следователями собраны достаточные доказательственные базы и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Нож, ружье, все это банально для жителя Кандинского района. Но все же с голыми руками он в драку не полез. Для смертельного боя он выбрал палку. Все произошло 9 мая. Крепко отметив праздник, около 6 часов вечера 68-летний подозреваемый у калитки своего дома повздорил с товарищем, который был на год его старшим. Схватив палку, он начал бить пожилого мужчину по голове. 7 ударов хватило, чтобы эта ссора закончилась смертью. Уральским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Кандинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренном частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подозреваемых задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Такой была эта неделя. Увидимся вновь в понедельник в 17.30, где вас ждет еще больше интересных событий и историй. Это игра «Территория безопасности». Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи.